Привет, я ваш робот-экскурсовод. Это моя первая экскурсия, и я очень волнуюсь. Такими словами, встретила посетителей Брестского областного краеведческого музея, первая в стране, робот-гид Мироша. Раз в квартал, эта симпатичная машина будет рассказывать гостям об истории Берестейского края с первобытно-общинных времен до 18 века. И это только первый шаг к роботизации экскурсионной программы. Впереди у Мироши много планов и перспективное будущее. Ведь когда-то это был обычный робот-погрузчик, однако студенты университета перепрограммировали его под другие нужды. Идея сделать такого экскурсовода у руководства музея возникла еще в 2019 году. В то время в Бресте проходил четвертый национальный форум Музея Беларуси, темой которого были инновации в музейной деятельности. Новые технологии, инновационные технологии, цифровые технологии, они, в общем-то, все больше проникают в нашу жизнь, в нашу работу, в том числе и в музейную деятельность. Мы очень хорошо освоили просторы интернета, мы внедряем новые формы работы именно с помощью цифровых технологий. И вышли с предложением к тех университету, чтобы в рамках нашего совместного проекта они раз в квартал предоставляли нам робота-экскурсовода, и он проводил экскурсию по нашей постоянной экспозиции. Мироша вежливый, немного сентиментальный, но проявляющий характер робот. Вы мешать ему не пройти. Но юная железная миссис с удовольствием приглашает гостей на экспозицию. И так же, как обычный музейный работник рассказывает о стоянке древних людей, в средневековых баталиях акцентирует внимание на экспозиционных фишках. Земли княжества постоянно подвергались наводениям рецептонского ордена. В декабре 1409 года в Берестийском замке состоялась встреча польского короля Югайла и великого князя Литурского Виитовта. Мало кто знает, что сам движок Мироши создан в Японии, но программу писали уже в Бресте. И не именитые программисты, а студенты-первокурсники факультета электронно-информационных систем в РГТУ. Дарья Шубич, одна из них, рассказывает некоторые нюансы. Робот передвигается сам. Мы просто задаем программу, он потом ездит по контрольным точкам. Также робот может использоваться в производстве, на него могут крепляться другие роботы. И уже это будет не просто робот-экскурсовод, который говорит, а также он ездит, может брать какие-то предметы. Робот Мироши – это лишь часть большой работы по информатизации музейного дела. Вскоре у него появится виртуальный помощник «Код Музейка». На платформе социальных сетей он будет отвечать на самые популярные вопросы. К слову, фонды Брестского областного краеведческого музея насчитывают более 175 тысяч предметов, представляющих историческую ценность.